Меня зовут Шевченко Егор, я гейм-дизайнер, этим горжусь. Компания Actionforms — это киевская контора, мы делаем проекты на BIOS. Мы известны достаточно давно на рынке компьютерных игр. В 1997 году наша компания создала первый экшен первого лица на территории бывшего СНГ, Советского Союза. Назывался Chasm the Rift. После этого еще несколько проектов, таких как Carnivores, первые, вторые Carnivores Ice Age и V-Sector «Зверь внутри». И сейчас наш мистический апокалиптический экшен «Анобиос». После динамического V-Sectora толпы монстров атакуют камеру. Хотелось создать что-нибудь кинематографическое, донести, рассказать историю, чтобы, возможно, игрок поверил в нее. И нашими глазами это как литературное произведение, как художественное и кинематографическое. Мне кажется, вот это ценность «Анобиоза». И, может быть, это желание дало результаты, толчок как раз к созданию этой игры. Абсолютно все оружие настоящее. Вся диаметрия уровней, по которым мы играем в прохождении «Анобиоза» — это воссозданный по чертежам атомный ледокол проекта «Арктика». Он называется «Северный ветер». Для создания максимальной реалистичности мы даже посетили в Николаевский судостроительный завод. Отснимали очень большое количество референсов и материалов, чтобы достоверно донести это. Ну, конечно, учитываются геймплейные элементы, такие как вентиляционные какие-то узлы, какие-то дополнительные комнаты, которые нужны в геймплее. Но, в общем, ледокол у нас честный и настоящий. Очень важный момент нашей игры — это атмосферность, передача атмосферы. Всю игру ты сражаешься с пронизывающим холодом. Для этого на наших технологиях был воссоздан почти реальный момент размораживания и заморозки. То есть, допустим, тающие стены от источников тепла. Понятия жизни у нас нет. В левом нижнем углу у нас есть прибор, который мы назвали термодинамикой. Внешняя часть этого прибора — это температура окружающей среды. Внутренняя же часть — это температура твоего собственного тела, твоя температура. Она же является жизненной энергией. Чем ниже температура среды, тем ты беззащитнее и беспомощнее. Если она падает до нуля, то медленно ты начинаешь замерзать. Если падает твоя жизненная энергия, то ты погибаешь. Аптечек — ничего такого у нас нет. Чтобы восстановить свою жизненную энергию, нужно греться. Причем не только от костра, как здесь представлено. Мы отождествляем источник света, как источник тепла. Потому буквально греться можно от любой лампочки, причем от турбины. Также у нас достаточно большой арсенал оружия. Поскольку действие игры у нас происходит в 69-м году, оружие, соответственно, того же времени. Причем, когда мы заходим из помещения, которое теплое, из помещения наполненного теплом, заходим в помещение замороженное, температура явно ниже, температура окружающей среды падает. Также покрывается изморозью оружие в реальном времени. И приборы, и окна интерфейса. На них действуют все те же законы, если вы обратите внимание на наш интерфейс. Все те же законы, которые действуют на окружающий мир. Источники света, также изморозь и оттаивание. Экран игрока тоже замораживается, дает дезориентацию при холодной температуре, но и, опять же, атмосферность. В процессе прохождения игры мы будем встречать оманы. Некие возвращения в прошлое, когда корабль был еще жив. В анабиозе мы восстановили фактически два корабля. Один разрушенный, мертвый, один корабль живой, где матросы работают. И катастрофу мы будем переживать с абсолютно разных сторон, все это видеть, непосредственно процесс. Корабль абсолютно реален. Это точная копия корабля Арктика, который мы воссоздали по чертежам, не учитывая какие-то геймплейные элементы. От генераторных, атомные реакторы, рубки капитанские. Встречаемся с монстром. Наши монстры – это погибшие матросы. Они атакуют тебя, скорее, не потому, что они злобные какие-то. Они атакуют тебя, потому что ты угроза для их существования. Им хорошо в их стазисе. А ты – самый сильный источник тепла в этом месте. Потому они борются с тобой. Это матросы. Это погибшие матросы, замерзшие. Ну, поскольку корабль нос атомный. Потому действие радиации, причем ментальная атака. А также в игре у нас присутствует рукопашный бой, система комбо, блоков. В части игры придется посражаться кулаками. Далеко не сразу мы получим огнестрельное оружие. Не забываем греться. В нашей игре три главных героя. Три героя, которые замешаны в этой интриге. Интрига – это гибель капитана. Гибель капитана, гибель корабля. С помощью вот афортов Гои, про которые я вам рассказывал в самом начале, которые мы собираем, мы раскрываем часть тоже сюжетной линии. Также есть вот мистические вестники. Это как бы сам корабль дает тебе подсказку. Это один из наших вот таких мистических, апокалипсических героев. Кто они будут раскрываться в процессе прохождения игры. Монстры являются очень сильными источниками холода. Даже вот механик-сварщик, который сейчас нас атакует, он атакует не сварочным аппаратом. Это скорее крео-атака. Даже если в комнате включен источник тепла, свет или какой-то генератор, все равно комната заморожена, поскольку они являются гораздо сильнее источником холода. Трансформация наших монстров, они тоже не просто так. Это ментальная трансформация. Я бы назвал это каждому по заслугам. Чуть дальше мы увидим. На примере других монстров мы будем это видеть. Основной задачей анабиоза является с помощью одной из наших особенностей. Это мы называемое ментал эхо. Это возможность переживать жизни героев и исправлять ошибки, сделанные ими в прошлом. Более 39 персонажей, за которые мы будем играть. Основа игры не состоит в том, чтобы пройтись по размороженному кораблю и убить всех монстров. Далеко нет. Огромной частью нашей игры есть как раз ментал эхо, воспоминания. Опять же флешбеки какие-то запутаны. Но поскольку это пресс-демо, тут может быть сразу непонятно, но в процессе прохождения игры, почему так и что так будет раскрываться. Видите, у монстров нет крови. Они скорее такая ледяная пыль, изморозь исходит. Корабль, в принципе, пустой, но не такой уж он и пустой. Монстры встречаются достаточно часто, хоть и не всегда. Толпами они на нас бросаться не будут. Но все же монстры опасны достаточно в ближнем бою. Не забываем собирать оружие. Вот сейчас температура окружающей среды резко выросла. Мы запустили турбины. В настоящий момент будет происходить оттаяние. Оттаяние происходит полностью в реальном времени. Если мы обратим внимание, то изморозь медленно начинает охлаждаться и под тяжестью начинает таять. Если мы остановим этот процесс, то начнется замерзание снова, охлаждение помещением. И точно так же в настоящем времени, в реальном времени, она начнет замерзать. Причем на разные материалы, будь то дерево или металл, действуют по-разному. До четырех нормалмап за счет этого. И так, вплоть до полного высыхания, и все это от источника тепла. То есть чем дальше находится объект от источника тепла, тем он медленнее размораживается. Вот, собственно, и опять же мы заходим, в настоящее время происходит замерзание. А вот один из как раз примеров Ментал Эхо. Лежит мертвый матрос, он не стал монстром, но что-то его погубило. Он погиб. Мы вселяемся в него. Вот наш герой. Что же послужило причиной его гибели? И у нас есть возможность исправить это. Получается, что здесь какая-то в процессе катастрофы, еще живые матросы. Попал. Попал. Не получилось. Ну, скорее всего, в этом уровне, просто после того, после войны на предыдущем уровне, полярник решил, наш герой решил лечь отдохнуть. Оградил себя теплом. Ну, перед тем, как выйти в метель, непосредственно в наш полярный день, и так мы выходим на палубу. Автоматически вот оружие покрывается налепью. Причем на нас температура падает до нуля, и медленно начинает падать жизненная энергия. Пронизывающий холод. Видите, как очки залеплены, если залепливаются снегом. Тут действует ветер, у нас есть ветер, который мешает. То есть с порывами ветра придется бороться, так просто нельзя допрыгнуть. Это часть нашей палубы. Мы пройдем по всем палубам корабля. Видим лампочку. Видно, тут спали когда-то матросы. Сейчас комната пуста. Нам нужно немножко отогреться, чтобы продолжить путь, иначе мы погибнем просто, замерзнем. Мы видим, как в этот же момент начинает размерзаться комната. Причем, как я говорил уже, процесс этот можем остановить. Мы выключаем, и потихонечку он начинает замерзать. Но нам нужно разогреть это все. Опять же, нас все время преследуют существа. Сейчас мы немножко подождем, пока размерзнется помещение и дверь. И снова. Придется пробежаться. Между температурой окружающей среды и температурой тела нашего героя есть желтая полоса. Это стамина. Что иное, как стамина. Чтобы герой мог бегать, он встает. Вот, стоит бежать, но температура в этот момент его тело не падает, потому что он разогревается. Вот комната почти размерзлась. Но мы встречаем одного из наших монстров. Это надзиратель, охранник. И комната сразу же начинает замерзать. Поскольку он очень сильный источник холода. Монстры достаточно опасны в ближнем бою. Вот то, о чем я говорил. Его ментальная трансформация. Он был надзирателем. В нашей альтернативной реальности корабль перелезал заключенным. Поскольку он был охранником, после катастрофы его тело приобрело вот такой вот образ. Он... На руках у него вместо рук появились ключи. Глаза ему не нужны. Остается немного советской военной формы. Обратите также внимание, что на спине у него конструкция. Она является седлом. То есть... В будущем он будет встречаться с другим монстром, надзирателем выше рангов, который будет ездить на нем. Опять же, пример ментал-эхо. Мы видим, что все разрушено. Упавшие лестницы. Лежит погибший матрос. Опять же, мы вселяемся в него. И вот катастрофа. Мы на палубе, когда проходит айсберг мимо корабля. В громкоговоритель мы слышим зов о том, чтобы мы убрали стрелу кормового крана. Видно, человек не сделал этого. Он испугался. И побежал спасать свою жизнь. Мы посчитали, что это неправильно. И есть возможность изменить это. С помощью этого и пройти так же дальнейшее. Мы не успели это сделать. Ментал-эхо было не пройдено. Причем, если мы бы зашли бы в эту комнату, в это помещение в процессе катастрофы, мы бы увидели непосредственно своими глазами, как лестницы падают. Фактически корабля у нас два. Причем, если у нас что-то ломается, это ломается по-настоящему. Это можно наблюдать своими глазами. Мы поворачиваем стрелу корма. Мы видим, как матросы. Происходит паника на корабле. Разворачиваем. Айсберг проходит мимо и не цепляет стрелу. Мы видим, как лестницы остались целыми. И у нас появляется возможность пройти. Не забываем все время включать свет. Также, кстати, на наших технологиях, в нашей игре у нас динамические тени, честное освещение, мягкие тени. С помощью как раз нашей технологической игры светотени мы добиваемся атмосферы, что очень важно. В хорроре, я считаю, это одно из самых важных. Если обратить внимание, что монстры, которые нас атакуют, они стреляют, опять же, не синим. Это атака холодом. Вот еще один надзиратель. Иногда удобнее даже будет в рукопашный бой вступить с ними. Это надзиратель. Если мы обратим внимание на него, в голове у него находится камера. Точно такая же камера, как у нас на корабле. Точно такая же. И вместо ног у него прутья. Это его, опять же, ментальная трансформация. Мы берем оружие помощнее. Но мы будем играть в анабиоз не только за подливших матросов. И я бы даже не боялся сказать, что мы не только на корабле будем проживать это все. Будет много моментов. Вот буквально сейчас я вам покажу. Видите, корабль большой. На нем есть склады, столовые. Не забываем греться. Это очень важно понять, что в игре нет аптечек, нет жизни. Тебе придется задержаться в места, где есть немножечко тепла. Всю игру мы будем сражаться с этим пронизывающим холодом. Если это будет холодно всегда, даже если на улице плюс 40. Будем играть в пледиках. Мы находим еще одну винтовку. Это на СВТ. Автоматическая винтовка. Мы заходим в холодильник. В холодильнике мы видим туши коров. Мы можем посмотреть, как они попали. Мы переносимся в корову на скотобойню где-то под Мурманском. Воспоминания мы решили выдержать в черно-белых цветах. Все-таки не отходить от классики. Как бы последние минуты жизни буреночки перед тем, как она превратилась в кусок мяса, чтобы матросы могли питаться. Также мы видим человека. Это матрос, которому было дано задание запастись провизией. И в процессе удара он погиб. У нас есть возможность избежать этого очередной раз. Опять же мы стоим перед выбором. Мы можем пополнить запас провизии. А мы можем поступить в Гумане и выпустить животных. Открываются двери, вот стоят животные. Опять же мясо не попало на корабль. Возможно матрос тоже не попал в этот рейс, поскольку его не взяли. Это же строгое нарушение каза. Но мы избежали его гибели. Корова это не единственный сюрприз. который ждет игрока на прохождении всей игры. Опять же много ментальных каких-то воспоминаний, оманов. патроны патроны придется немножко поэкономить, поскольку их будет не так уж и много. это приближаемся ближе к середине игры, мы поднимаемся из технических отсеков. В игру мы проходим снизу вверх. Одна из финальных сцен у нас как раз будет на капитанском мостике происходить. мы потихонечку подбираемся к офицерским каютам. Но чтобы до них добраться нужно еще пройти. Катастрофу мы видим в реальном времени. То есть все происходит то, что я вам говорил по-настоящему. Как раз тот момент, когда айсберг проходит мимо корабля, мы будем видеть эти все события абсолютно с разных сторон. Возможно, даже некоторые события мы будем пересекаться даже с персонажами, за которые будем играть. Невозможно, а так и будет. АПЛОДИСМЕНТЫ теперь не встанет. То есть нужно искать выключатели. Не все достаточно очевидно все, конечно. Немножко нужно задуматься. АНОБИОС это не игра, не динамический экшн-шутер. это достаточно спокойный атмосферный экшн. Я бы так называл. Если человек намеревается и ожидает от анабиоза толпы монстров, которые он будет крошить из пулемета, это не так. Это скорее нужно немножко посмотреть, обратить внимание на какие-то моменты. интерактивное кино наша страшная сказка. Страшная сказка, увиденная, рассказанная нами. То, что мы представили себя, попытались донести. Вызываем лифты, поднимаемся все выше и выше. Приятный сюрприз. пострелять игроку предоставится достаточно огромная возможность, поскольку у нас огромное количество разнообразных монстров. не never has been know at whatever we have in is 场 as 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 прицел в игре отсутствует прицела в игре у нас не будет максимально хотим приблизить к реальности если вы заметили то интерфейс у нас тоже динамически обойма работает по принципу в настоящем автомате по пешам опять же ментал эхо у нас не пустые одиночные ментал эхо достаточно огромное количество матросов которые как раз занимаются предотвращением этой катастрофы один изоманов мы видим технический отсек это он находится под аквариумом в процессе дальнейшего прохождения этого же как раз этого уровня мы поймем почему все так откуда здесь рыбочка самом деле рыбы нет потому что все давно замерзла водоросли по колесе из морозили видим разрушенные помещения игроку предоставится возможность посмотреть со всех сторон например якорная видим источник тепла горячую трубу чуть нас что-то ждет неприятно видим матроса который погиб лопнула все одного с рубили что персонажи за которых мы играем достаточно разнообразны видно что наполнена водой нам нужно бежать якорно видим матросов которые сражаются с катастрофой со всех стен течет вода что ты ходишь быстрее беги борьба за жизнь мы чувствуем удар айсберга нас требуется одновременно повернуть с матросом якоря если мы повернем их отдельно лопнет либо я погибну либо он но у нас все получилось экстренное торможение с помощью якоря и путь освобождается опять же мы снова выходим на палубу в этот раз на нос корабля перед тем как мы опустимся в пол не забываем погреться выходим резко падает температура нос атомного ледокола арктика в нашем случае северный ветер называется корабль мы боремся с порывами ветра которые мешают достаточно неудобно идти против ветра мы заходим в каюты из темных подземелий технических отсеков мы попадаем в каюты офицерские раз вот мы видим аквариум матросы курили папиросы ведь закрытом всегда ну мы не делаем в игре тупиковые решения все очевидно все может быть решено достаточно немножко приложить усилий вы видите мы переплетаем очень технически вот интересно переплетается прошлое и настоящее спасибо 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 спасибо